МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаете день с великих свершений или неспешного перемещения по квартире? С горячего шоколада или ледяного фрэша? Отлично! Продолжаем в том же духе и параллельно смотрим Осетию. В эфире «Канарейки. Дети» и мы начинаем неделю вместе. Тома, слушай, я решила сегодня отказаться на весь день от гаджетов. Ведь сегодня 11 ноября, всемирный день написания бумажных писем. Как это здорово! И действительно, ежесекундно в мире отправляется более сотни смс-ок, ммс-ок и электронных писем. А написание бумажных писем ушло уже в далекое прошлое, к сожалению. А вот еще 30 лет назад в каждом доме на празднике было принято дарить друг другу открытки и подписывать их вручную, отправлять куда-то далеко письма, опять же, написанные собственноручно. А также была такая традиция на празднике вкладывать в конвертик, помимо открытки, еще и высушенные цветочки. Это было очень романтично. А сейчас уже, по сохранившимся письмам, можно вспомнить, какой была история. И в этот день люди пишут письма не только друзьям, соседям, но еще и питомцам. И никакое электронное письмо не может передать теплоту и искренность так, как настоящее бумажное письмо. А вот еще 11 ноября, это знаешь какая дата? Ни за что не догадаешься. День мини-лыж. Мини-лыж? Мини-лыж, да. Оказывается, мини-лыжи изобрел инженер-физик Ефимов во время прогулки с маленькой дочерью. Вот его именно в этот момент осенила такая мысль. А не соорудить бы мне маленькие лыжи, для того, чтобы моей доченьке было легко спускаться с горы. И вот такая вот интересная мысль дала старт как раз вот такому виду спорта, как мини-слалом и просто детский лыжный спорт. Вот такая вот интересная история. Что любителям лыжного спорта повезло, а вот нам, блогерам, не очень. Почему? Потому что, жаль, что нет праздника, день отправления хейтеров в бан, может быть. Какое-то жестокое. Да, но для того, чтобы заниматься любимым делом и достигать высоких результатов, я думаю, не нужны вовсе особые даты или какие-то праздники. Очень важно быть просто целеустремленным, работоспособным и, ну, и, наверное, упорным. Вот таким, как наш гость Александр Хиникаев, который, между прочим, занял первое место в международной олимпиаде по ментальной арифметике в Сочи в 2019 году. Давай его поприветствуем и пригласим к нам уже наконец-таки. Кстати, он пришел не один, а со своим педагогом и руководителем-инструктором по ментальной арифметике Яной Гагаевой. Здравствуйте! Доброе утро! Проходите к нам, присаживайтесь. Присаживайтесь. Здравствуйте. Мы вам предлагаем, наверное, сесть... Александр, присаживайся к нам. Яна, вы можете расположиться на диванчике. Александр, расскажите нам, пожалуйста, как давно вы увлекаетесь математикой? Три месяца, сейчас четвертый. Три месяца? То есть за три месяца ты уже добился стольких успехов, ну то есть уже занял в Сочи первое место. В международном конкурсе, правильно? Да. Как это удалось тебе? Как это вообще возможно? А до этого ты чем занимался? Так, да, тайским боксом, танцами, художкой, музыку закончил, плаванием. То есть до этого ты был в спорте, а потом переметнулся в математику и вот моментально с первых же шагов стал достигать вот таких невероятных результатов, да? А что... Значит, получается вот такой многогранный, интересный человек у нас в студии. А что сподвигло тебя на то, чтобы изучать ментальную арифметику? Ну, случайно, ну, в телефоне копался, наткнулся на рекламу, там понравилось потом. И решил попробовать. Ну, а сейчас ты полностью погрузился в ментальную арифметику и забыл про спорт или ты совмещаешь? Совмещаю. Как это происходит? Как тебе это удается? Так еще плюс школа новая, например. А в школе двойки не больше? Уроки. Двойки. И в школе все отлично. То есть математика у тебя на пять? Неудивительно. Яна, расскажите нам, пожалуйста, про успехи Александра и как вам вообще с ним работается? С Александром на самом деле очень легко работает. Когда он к нам пришел в нашу школу, то уже на первых уроках было понятно, что этот ребенок далеко пойдет. Уже на первом же уроке он сразу же показал свои способности. Поэтому его, вот как вы спрашиваете его качество, он целеустремленный, трудолюбивый ребенок. И этим самым он доказывает свои успехи. Ну, наверное, очень важно для того, чтобы все успевать и рационально тратить свое время. Чем, собственно, он и занимается. Да. Скажите, а ментальной арифметикой способен заниматься каждый ребенок или должны быть какие-то склонности к математике? Безусловно, склонности должны быть к математике. Но ментальная арифметика также в любом ребенке развивает много качеств. Это как, во-первых, они раскрываются, они становятся уверенными в себе. Развиваются у них память, концентрация, воображение и так далее. Поэтому любому ребенку это будет полезно. То есть я так понимаю, что ментальная арифметика – это в целом развитие умственных способностей человека, да, не только математика? Совершенно верно, да. А с какого возраста можно начинать заниматься ментальной арифметикой? Ну, это нужно смотреть индивидуально на детей, на каждого ребенка. Конечно же, вообще программа предусмотрена с 4 лет. Но бывают такие детишки 4-летние, которые еще не готовы, они еще хотят поиграться. Бывает такое тоже. Бывает там 4-летние уже готовы двузначные, примеры слагаемых, там складывать и так далее. Поэтому нужно индивидуально смотреть на каждого ребенка. Хорошо, а бывают, допустим, дети, которые склонны к гуманитарным наукам, и бывают те, кто к более точным. Ну, математика, ментальная арифметика, для кого она? Или ее может освоить и ребенок, который любит гуманитарию? Ну, освоить может любой ребенок, но опять-таки, я же говорю, в определенных рамках. То есть тот, который гуманитарист, какие-то качества все равно, качество развивать будет, там, память и так далее. Но успехов, конечно же, добиться может не каждый ребенок. А как в ребенке выявить способности к математике? Ну, это на первых же уроках уже бывает видно, к чему склонен ребенок. Каждый ребенок индивидуален, и это бывает видно. А можно ли как-то вот, ну, ребенок не любит математику, ну, не его это. Можно ли как-то внушить, что ли, ему то, что математика – это круто, это весело? Ну, скажу, наверное, так, скорее всего, нет, но в нашем случае наша программа, ну, мы как бы, особенно малышам, эту программу преподносим как бы в игровой форме. То есть у нас есть определенный сюжет, который сопровождает каждый урок. Там есть персонаж, который к ним приходит каждый урок, это в виде видеопосланий, дает задания, и мы с этим персонажем занимаемся ментальной арифметикой, решаем примеры и так далее. То есть мы этому персонажу помогаем умственными способностями. Поэтому это происходит в игровой форме. Конечно же, в возрасте Саши это уже будет неинтересно, а для более младших детей… Очень забавно и интересно. Вы нам столько всего интересного рассказали про Александра, что аж заинтриговали, и я бы хотела проверить на практике, убедиться в том, что он вот такой вот невероятно способный человек у нас, математик. Мы готовы. Ну, и мы тем более готовы. Мы уже настроили нашу программу, уже и Саша у нас готов, тоже стоит настроенный. Яна, расскажите нам, пожалуйста, что сейчас будет происходить. Сейчас Александр будет считать пример, будет из 50 слагаемых на скорости 0,1 секунда. Ого. Так, 0,1 секунда. Так, мы желаем удачи, это самое главное. Нам в это время нужно молчать, правильно? Желательно. Да, все. Девять. Невероятно! Что только что произошло? Все, только цифру, знаете, ну, цифру 1 запомнила, может быть, 6, там. Тут сразу ответ 9. Просто. Невероятно. То есть все вот эти цифры, которые только что мелькали, это были слагаемые, которые он суммировал и получил вот эту цифру 9, да? Да, суммировал и читал. На невероятной скорости, просто потрясающе. Как это вообще возможно? И такая память, и такую память. Вы инопланетянин, Александр? Давайте еще раз попробуем. 9. Опять 9? Это просто фантастика, Александр. И невероятно. А что вот, ты что-то перебирал руками, что ты это делал? Расскажи, пожалуйста. Ты чего это? С помощью пальцев считал? Или он представлял воображаемый абакус перед собой? Да, он представляет перед собой абакус и считает абакусем. И тем самым у ребенка развивается память. Кто-то с легкостью выстраивает сложные комбинации из цифр, а кто-то со скоростью света мчится к финишу, оставляя соперников далеко за спиной. О самых целеустремленных и талантливых смотрите наш сюжет. Долететь до луны, уменьшиться в размерах или сразиться с монстрами. Все это можно сделать при помощи яркого воображения. Александру Пагиеву 10 лет, но он уже успел написать дюжину рассказов. Для творчества мама подарила ему толстую тетрадку, где каждый вечер рождаются новые персонажи. Хочу написать много, но моя рука не успевает так быстро за мыслями. Первый рассказ Саша написал в 7 лет. Он был посвящен приключениям двух мальчиков Вани и Никиты в лабиринте. За ним последовал целый цикл историй о веселых путешествиях. Главные герои – рыцари, космонавты и военные. Саша любит писать и про родной край – горы, башни и старцев. В будущем родители планируют выпустить сборник с рассказами юного писателя. Все его рассказы пропитаны детской непринужденностью, добротой. И бывает даже иногда открывать для себя какие-то приятные грани своего ребенка. Любовь к литературе проявилась у Саши еще в два года, когда мальчик научился читать. Вместе с мамой они изучили всю детскую литературу. Затем переключились на научные журналы «Вокруг света». Отсылка к ним есть и в его творчестве. Сейчас мальчик учится в четвертом классе и очень любит заниматься английским. Преподаватели с удовольствием читают его рассказы и стараются не ругать, если он сочиняет что-то на уроках. У него очень широкий кругозор, он очень интересный собеседник, с ним интересно общаться, у него оригинальное мышление. Пока одни создают фантастические миры и осваивают вселенную, другие покоряют водную стихию. Александру Вандровскому 8 лет, но его целеустремленности могут позавидовать многие. Каждое упражнение он старается выполнить с особым усердием. Любое задание он старается выполнить от и до. Сейчас, к сожалению, среди детей это редкость, когда дети умеют слышать, слушать и исполнять то, что им говорят. В данном ребенке это все сочетается. Амбиции трудолюбия сделали свое дело. За четыре месяца юный спортсмен добился большого прорыва. Тренер вспоминает, раньше он плохо задерживал дыхание. Теперь мальчик буквально расцвел на глазах и ощущает себя, как рыба в воде. Сначала было страшно, а потом привык и начал плавать. Сейчас Саша и Оксана отрабатывают основные навыки. Следующей ступенью для мальчика станет спортивная школа. Там его основательно подготовят к соревнованиям. Будущий молодой пловец мечтает многого добиться. Тут есть такой мальчик один, он приходит в субботу в четыре часа. И вот я люблю с ним соревноваться. Его зовут тоже Александр. Вдохновение и сила воли обязательно приведут к желаемому результату. Особенно, если рядом есть те, кто поддержит и укажет правильное направление. Элла Бибилова, Ибрагим Чочев, Юлиан Каталонский, телекомпания «Осетия». Ну, а сейчас наш специалист Яна проведет небольшой мастер-класс обучения ментальной арифметики. Слушаем и запоминаем нехитрые способы быстрого счета. Яна, просим вас подойти к нашим ученикам и продемонстрировать, раскрыть небольшой секрет, как у вас проходят занятия. Нам очень интересно, как это бывает. Правда ли? Да. Вы готовы? Да. Давайте я вам объясню. У вас тоже какие-то красивые счеты есть? Я вам объясню, расскажу, что это такое. Это абакус. Абакус. Вы уже слышали, да, наверное, что такое? Даже умеете, наверное, считать. Как мы считаем на абакусе? Каждая косточка у нас означает число 1. Две косточки – это число 2. Три косточки. Три. И четыре. Верхняя косточка у нас? Пять. Пять. Правильно. Давайте попробуем, посчитаем примеры. Мы раскроем небольшую тайну. Это дети, которые тоже занимаются ментальной арифметикой, и они уже имеют какой-то опыт, да? И какие-то первоначальные навыки. Да, они тоже уже участвовали на Олимпиадах. Есть у них тоже первые места. А, тут рядом с нами профессионалы сидят. Суперчемпионы первое место – Георгий и Олег. Они нам сейчас продемонстрируют. То есть я буду диктовать цифры. Пример Георгий будет решать и назовет нам правильный ответ. А сколько, извините за такой вопрос, может быть лично, но сколько им лет? Георгий, сколько тебе лет? Уже шесть есть. Шесть? И Олегу тоже шесть с половиной. Какие вы взрослые. Солидный возраст. А когда стали заниматься ментальной арифметикой Георгий? Георгию не было еще пяти лет, когда он начал заниматься ментальной арифметикой. И Олег занимается год. Ого. Они уже складывают примеры из трехзначных цифр. Это очень полезное занятие, конечно, и, наверное, очень помогает в школе. В школе пригодится. Да. Олег, пригодилась тебе в школе? Да, Олег Нос немножко скромненький, но на самом деле, как мама говорит, в школе на самом деле пригодилась. Память целая лучше, стихотворения они не заучивают. Достаточно несколько раз прочесть и рассказывать. Это одна из причин заняться ментальной арифметикой, потому что несколько раз прочитаешь, и уже все стихи ты знаешь. Ну, давайте, наверное, приступим к практике. Угу. Георгий, давай, поехали. 87, минус 21, 33, минус 78, минус 20, 66. Ответ? 67. Молодец. Давай Олегу тоже передадим Абаку. Олег, 54, 20, 25, минус 73, 20, минус 45. Один. Молодец. Можно пример решить, где больше слагаемых. 67, минус 51, минус 11, 30, 14, 50, минус 29, минус 60. 10. Молодец. Можем также ментально посчитать примеры, вот такие же из двузначных цифр. Можем? Да. Знаете, мне что вот эта картина сейчас напомнила, как виртуозные гитаристы, например, крутят гитару у себя в руках. То же самое сейчас происходит у наших мальчиков с Абакусом. Наши мальчики также эти же примеры могут решить без Абакуса, то есть ментально. То есть они представляют его в своем воображении. Да, это. Ну давай следующий пример. Пятый. Пятый? Спасибо вам, ребята, за такой мастер-класс. Александр, тебе отдельные аплодисменты. Это было мощно. Да, спасибо, что пришли к нам в гости и преподали вот такой интересный урок. Ну, а у нас реклама на канале. Гений, 1% вдохновения и 99% усилий. С этим утверждением не поспоришь. Конечно, самый яркий талант угаснет, если его не развивать. А вот как стать мастером любимого дела расскажет пианист Макар Куликов. И он у нас в студии. Макар, здравствуй. Проходи. Доброе утро. Присаживайся. Макар, расскажи нам, пожалуйста, как давно ты занимаешься музыкой? Я занимаюсь музыкой 3 года. Мне это очень нравится. Это моя жизнь. Да ты что, вот прям вот так вот, это твоя жизнь. Ну, раз ты так говоришь, то, наверное, она занимает у тебя очень много времени. Да, я занимаюсь 5-6 часов в день, но все успеваю. Каждый день? Да. 5-6 часов? Даже без выходных? Да. И как ты успеваешь все совмещать? И учебу, и вот своей жизнью, можно так сказать? Я не занимаюсь подряд 6 часов, я распределяю это время на весь день. А, то есть ты дробишь, да, часы? Пару часов утром, пару часов днем. Да. Но я думаю, что вот такая нагрузка, она возможна только при том условии, что человек очень любит то дело, которым он занимается, да? Да, я очень это люблю. То есть мама тебя не заставляла и не волокла за левое ухо в музыкальную школу? Не было такого? Нет, нет, такого не было, но все это благодаря моей бабушке. О, да ты что, бабушка тебя... И моему дедуше. Вдохновила. Да. Ну, расскажи, пожалуйста, чем именно ты занимаешься? Раскроем уже наконец-таки эту интригу. Ты играешь на фортепиано, правильно? Да, я играю на фортепиано, и это моя будущая профессия. То есть с будущим ты уже определился? Да. Будущее предопределено. Здорово. Участвуешь ли ты в каких-нибудь конкурсах? Если да, то каких успехов ты достиг? Да, я участвую. Летом я был в Краснодаре на конкурсе, где рождается искусство. Там я взял первое место. Еще я был в Пятигорске, но это очень сложный конкурс. Там я занял второе. Неплохо. Расскажи нам, пожалуйста, про совместную работу с Валерием Гергиевым. Ну, там в этой филармонии очень хорошие условия. Еще я хочу видеть нашу школу отремонтированной, с красивым залом. Потому что этой школой выпускники маэстро Валерий Гергиев, композитор Николай Кабоев и отца Мас Макоев. Потрясающе. Ну, а расскажи, пожалуйста, что же ты делал? Ты же руководил, по-моему, оркестром, даже если я не ошибаюсь. За пультом был Валерий Гергиев, а я считаюсь как солист. И как тебе понравилось? Да, ощущения незабываемые. Ну, я думаю, это первое ощущение, и потом у тебя еще будет такая практика в жизни. В апреле будет второй мой старое выступление симфоническим оркестром. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, есть ли у тебя такая личность, эталонная личность, на которую ты бы хотел ориентироваться и, может, даже подражать? То есть кумир. Да. Ну, у меня есть очень много занятий. Я очень люблю сольфеджио. Его мне преподает князева Татьяна Григорьевна. Я люблю муз-литературу. Ее нам преподает Заяма Давыдовна, и она помогла мне ее полюбить. Это очень интересный предмет. Ну, и, конечно, мой любимый преподаватель Камалидина Устана Георгиевна по фортепиано. Она мне как родная. Ну, то есть получается так, что у тебя все твои увлечения, они связаны с музыкой, да? А спортом занимаешься или нет? Или времени не хватает просто? Мне хватает. Я играю в футбол. Да ты что? Успеваю. Шишки набиваешь? Нет. Бывает такое? Нет. Аккуратно. Играть надо тоже аккуратно. Да, потому что на сцене еще выступать, а нужно быть опрятным, красивым. Скажи, пожалуйста, Макар, а как вообще складывается твой день? Вот краткий распорядок дня? Просто вот очень интересно. Я встаю, делаю зарядку, принимаю душ. Ну, ты делаешь зарядку по утрам, Лера? Ну, бывает, да? Да, очень редко. Вот так вот, а Макар каждый день? Ну, я пытаюсь, я себя заставляю, но кровать такая мягкая, в постельке. Вот, пусть тебе будет стыдно. Ну, ладно. Слушаем дальше. Потом иду завтракать. И потом зарядом сил иду заниматься два часа. Угу. В семь, в полседьмого. Правда, это только утро. Да. Это еще перед школой. Полседьмого. Угу. Хорошо. А что тебе ближе, например, лирические произведения или веселые, легкие? И то, и другое. Что играешь? Я играю все у меня в разнообразии, потому что это неинтересно, когда пианист играет одну и ту же программу. А, то есть ты вот такой вот разноплановый пианист, да? А есть особое любимое такое музыкальное произведение? Ну, на сегодняшний день я очень люблю Рахмайна в «Прелюдия Доди Сминор». Я вот как раз ее играл на третьем серо-кавказском фестивале филармонии. Валерий Гергиев. Угу. Маинский Владикавказ. Оно очень красивое. Спасибо за то, что ты пришел к нам в гости. Я очень рада, что ты сейчас сидишь в нашей студии, и что многие дети, возможно, на твоем примере так же сильно и горячо полюбят красивую классическую музыку. Может быть, ты даже кого-нибудь вдохновишь через экран телевизора, и кто-то тоже захочет пойти в музыкальную школу и начать играть на фортепиано. Да на сто процентов я в этом уверена. Спасибо тебе большое, Макар. Приходи к нам в гости еще. Искусство исцеляет и помогает преодолевать препятствия. О стремлении к прекрасному сквозь преграды смотрите наш сюжет. Захотел увидеть Тадж-Махал, слепил его из пластилина и увидел. Забавно, скорее увлекательно. Азнавур Макартычан может слепить своими руками что угодно. Древний Рим, Эрмитаж или фантастические замки Средиземья. Я слепил собор Святого Петра. И через два месяца нам позвонил Московский фонд «Оживи мечту». И спрашивал, какая мечта у вашего ребенка. Я сказал, потекал. Рим. Это мечта моего детства. И опять через неделю нам звонят. Говорят, все готово. Мама сперва не поверила, пока не привезли нам визы. Все уже готово. И мы отправились в Рим. Это было вот прям два дня рая. Это моя самая счастливая поездка. За два дня мы были в десяти местах в Риме. Мы видели вот самое основное, то, что я хотел увидеть. Все Колизеи, Римский форум, Ватикан. Лепкая Знавур увлекся еще в детстве. Сначала лепил героев мультфильмов. Потом незаметно перешел на архитектуру. В раннем возрасте мальчику поставили тяжелый диагноз. Покально-маниакальная дисплазия. Это объемное образование в мозге, которое сопровождается сильными головными болями и потерей сознания. Увлечение пластилином отвлекало ребенка, позволяя уйти от реальности с ее болью и бесконечным лечением в мир фантазии. Из-под чутких пальцев ребенка выходили дворцы и храмы, кварталы старых городов и флотилия. Сколько пластилина ушло, никто не возьмется сосчитать. Если мечтаешь какое-то сооружение увидеть, и, в смысле, материально не тянешь. Ну, фотографии в интернете посмотрел, и я его слепил, и это сооружение со мной каждый день. Я вот больше всего сильно хочу сделать то же самое, как оно есть. Вот это тяжело, но когда вот так сильно хочешь, что оно вот потом, что будет, это сейчас трудно, а потом красота какая будет. Лучше любоваться этим каждый день. Ну, конечно, все весь, вот это вот тяжело, это все уходит. Несколько лет назад мальчику сделали операцию. Сейчас дела лучше, но лечение не прекращается. Хотя Знавур, похоже, не обращает внимания на здоровье. Сейчас он полностью погружен в учебу. Парень учится в пединституте на художественном отделении, после окончания которого планирует поступать на архитекторский. Мечтаю о своей собственной строительной компании. Вот представьте мне большой офис, огромный стол, на столе представлены макеты всего, вот то, что я хочу воплотить. То есть к этому вот, из-за этого, к этому я и стремлюсь. Пусть пока есть пластилина, может быть, потом уже начну. Вот я знаю, что вот через месяца в два-три вот этот дом будет построен. Я хочу древнее все восстановить. Все то, что было раньше, знаете, можно идти в будущее, а не забывать о прошлом. Однако учеба не отодвинула хобби на второй план. Знавур по-прежнему ежедневно лепит. И, похоже, не становится, даже если слепит, макет планеты. Под произведение пластилинового искусства уже выделен сарай. Но в скором времени и там места не останется. Несколько раз в году экспонаты покидают дом и попадают на выставки, неизменно вызывая у публики восторг и изумление. Когда я могу людям рассказать про мои подделки, как это вот все, и вот это их восхищение, вот эти их неприятные слова, когда все, это у меня как положительной энергией заполняет, потому что мне, кстати, не нравится. Ольга Абаева, Батрас Макиев, Суслан Кумаев, телекомпания «Осетия и Респонд». Как много в нашей республике талантливых детей. Математики, музыканты, спортсмены. Да, и на этом список не заканчивается. В нашей студии участники проекта «Лучше всех» юная поэтесса Маргарита Плива и певица Лада Шаталова. Здравствуйте, девочки, доброе утро. Проходите. Доброе утро. Присаживайтесь на диванчик. Очень приятно вас видеть, вы очень красивые. Аж настроение поднимается. Да. Расскажите нам, пожалуйста, про свое участие в нашумевшем проекте. Какие у вас впечатления остались от него, от участия? Нам очень понравилось. Очень положительные впечатления. Таких бы впечатлений побольше и снов. Ну, я думаю, это не последние твои положительные впечатления в жизни. Очень приятно было пообщаться с Максимом Галкиным. Он такой же творческий человек. Веселый. Веселый. Умеет работать с детьми. У нас не просто вот мы там за один день все это. У нас мы там были пять дней, может быть, она больше потом, либо меньше, потому что мы готовились. Угу. Ну, у меня балет же был. Мы там готовились где-то один день, скорее всего. Один день, да, готовились. Потом со мной над вокалом поработали. Ну, там не сильно, но со мной вокалом поработали. То есть я сама уже все. Над движениями больше работали. Ага. Впечатления, правда, положительные. Очень интересно было пообщаться с такими людьми. Балет был Санкт-Петербурга, Москва. Потрясающе. Конечно, и такой колоссальный опыт, наверное, получили, да? Но вот, Лада, по поводу тебя хотела спросить. Ты серьезно достаточно занимаешься вокалом. Да. А собираешься ли ты связать свое будущее вот с этим направлением? Ну, конечно, я не просто так занимаюсь в музыкальной школе. Я закончу музыкальную школу, потом поеду в Москву, в Гнесинку, в колледж. А потом пойду в саму Гнесинку. А потом буду строить свою карьеру. Вот так уже все. То есть у тебя все уже по пунктам? Да. Маргарита, а чем же будешь заниматься ты в будущем? Вот если честно, вот так по пунктам, как Лада Шатава, я еще все не разложила. Я хочу с отличием закончить школу и поступить в ГМУ. Я больше математик, наверное, все-таки, чем гуманитария, если честно. Правда, так ты же поэтесса. Мне поддаются все науки. Вот это да. Здорово. А я знаю то, что Маргарита еще является волонтером. То есть, Маргарита, как ты успеваешь связывать, например, свое умение сочинять стихи, волонтерство, учебу и участие в таких проектах? Я все, в принципе, успеваю. Волонтерство я много делаю самостоятельно, но помогают такие же добровольцы. Их очень много. В интернете есть группы. Бездомных нет. Помощь животным в Владикавказ. То есть, на Виколине каждый день собираются, каждое воскресенье, то есть, простите, собираются волонтеры и бесплатно раздают животных в добрые руки. То есть, в принципе, очень много людей. Девочки, а вы в жизни подруги? Ну, с этого дня теперь да. Да, я тоже на вас смотрю, мне кажется, прям вот зарождается такая крепкая дружба. Вы даже чем-то похожи. Мы очень похожи. По энергетике. Она тоже леди. Маргарита, ты леди все-таки, да? Да. Или не очень? Если честно, очень интересная новость. Я леди и не леди одновременно. Одновременно. Вот точно такая же ситуация со мной. Ага, то есть, в вас обеих живут еще две разные личности. Да. Да, потому что вы девушки многогранные, вам поддаются разные науки, разные сферы жизни, вот такие вот волосы интересные. Ну, математика мне, конечно, не подходит. Я математику, я, конечно, люблю математику, но... Ну, с ней какие-то сложности все-таки есть. Ну, с ней сложности, да. Но в году у меня всегда четыре, я стараюсь. Здорово. Девочки, ну и, конечно, хотелось бы спросить, много ли вас окружает таких же талантливых и интересных детей в жизни? В жизни, да, очень много со мной. Вот даже в лучших всех я видела фокусницу, мы тоже с ней подружились. Ну, я такой общительный человек, люблю со всеми общаться. Ну, если меня никто не обидит, я его тоже не трогаю. То есть, получается, подобное притягивает подобное, что и с вами произошло, да? И вы поддерживаете связь с интересными людьми из других городов и стран, да? Я скажу так, что в жизни окружает достаточно много талантливых людей, увлекающихся чем-то. Просто не все дети готовы столько времени уделять учебе. Кому-то больше интереснее, например, погулять во дворе, чем все в свободное время отдавать тренировкам и занятиям, как бы. Ну, есть люди, которым это в удовольствие, так как нам. И с ними мы, даже когда мы из других городов поддерживаем связи, я тоже объявляю подруг, друзей на лучше всех. И, в принципе, и в нашем городе, в нашей республике у нас достаточно много. Хорошо, ну вот скажите тогда, чем же лучше работать над собой, расти в каком-то направлении, чем, например, просто гулять во дворе? Я скажу так, вот, например, я успеваю и во дворе погулять, и самосовершенствоваться. Ну, я скажу так, что погулять во дворе – это очень интересно, весело, но на этом жизнь не заканчивается, у нас будет очень далекое будущее, и о нем надо заранее подумать. Ну, мне кажется, гулять, конечно, можно, но в свое время, как делу время, а потихий час. То есть мы должны совершенствовать себя. Во-первых, нас никто не принуждает, мы сами хотим этим заниматься, то есть мы совершенствуем себя, готовимся к своему великому будущему, будем работать с другими людьми. То есть нужно иметь общение, чтобы у тебя, ну… Поддерживать общение с друзьями. Да, поддерживать. Девочки, с вами очень интересно общаться, но мы не можем вас отпустить просто так, потому что вы у нас обе леди, дамы творческие. С Маргаритой стихотворения, ну, а с Ладой, конечно же, песня. Осень пора золотая. Осень пора золотая, время писать и мечтать. Детство, как книгу листая, можно с чисты и вес стать. Солнце дождливую тучку может порой отогнать. С мамой по парку за ручку часто мы ходим гулять. Краски осенние, листья ими легко рисовать. Ими рисунок без кисти ложится на землю тетрадь. Осень пора непогоды, туманов, дождей, ветров. Это копы из-за природы, художницы наших дворов. Букет ярко-красный из сада, домой принесу я опять. Подумать о будущем надо. Я вновь начинаю мечтать. Мечтать о красивой столице, что светится моем огней. Хочу улететь, а как птица. А вы догоняйте скорее. Зачем написала об этом? Мне нравится очень мечтать. Быть может, я стану поэтом и буду стихи вам читать. Стихи о добре и о счастье. О том, что важнее любовь. Плохая погода на времени, Насте. И лучики солнца согреют вас вновь. Здорово. Очень теплое стихотворение, очень позитивное. И оно авторское. Это невероятно. Спасибо большое. Ты очень талантливая, Маргарита. Многие считают, что осень это такая, можно так сказать, депрессивная парада. Но Маргарита так не считает. Она провергла этот факт. По бульварам разжел прохожий, Птицы пели трели про апрель. Нес прохожий толстый чернокожий, Многоуважаемый портфель. Шоу мужчина чина и солидно, Пресирайте теперь разбон. По лицу мужчин было видно, Что весну не одобряет он. Что вся эта весна ни к чему, Что песня не нужна никому. Что вешняя вода ерунда. Да, да, ерунда. Журчат ручьи, Слепят лучи, И тает лед, И сердце тает. И дождь и пень в апрельский день Березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, Кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы, Весна идет в весне дорогу. Все вокруг вошелно и чудесно, Но прохожий залится и ворчит. Вот ручей шурчит и неизвестно, Для чего и почему шурчит. Налетел и пробежал по луже, Мелко рябе ветер осорник. А ворчу, надвинув кепку туже, И сердито поднял воротник. Ему эта визна ни к чему, И песня не нужна никому. И вешняя вода ерунда, Но, но все равно. Журчат ручьи, слепят лучи, И тает лед, и сердце тает. И даже пень в апрельский день Березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит в весеннюю тревогу, Кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы, Весна идет в весне дорогу. Потрясающий голос! Это было прям восхитительно. Спасибо, это прям мед для ушей. Спасибо вам большое, девочки, за прекрасное настроение. Мы вам желаем, конечно, вдохновения, успехов, совершения всех ваших желаний и мечтаний. Ты знаешь, Лер, люди делятся на два типа. К первому типу относятся люди, которые любят задавать вопросы, а ко второму – те, кто любит на них отвечать. Услышать экспертное мнение, точный ответ на вопрос, можно только в рубрике «Шорты». Что такое отпуск и для чего он нужен? Чтобы отдыхать. От работы и от садика, и от школы. Отпуск – это когда у человека выходной. Чтобы отдыхать на море и купаться там. А у тебя когда отпуск? Знаю. Тебе всю жизнь придется в садике и в школе, да? Отпуск – это когда ты свободен. Тебе разрешают на работе или в школе отвлечься от учебы, от работы. Ну, например, если ты, ну, делаешь ногти, чтобы отдохнуть. Чтобы отдохнуть. От чего? От работы. Ну да, все гениально просто. Чтобы отдохнуть от работы и всего этого дела. Ну, неделька свободного дня. Можно так сказать. Неделька свободного дня. Это вот четкая формулировка. В Википедии так и написано. Отпуск – неделька свободного дня, да? Ну, я не знаю. Походу. Мне так кажется. Как ты будешь в этом году отдыхать? Ну, хорошо. Здесь надо для этого слушаться маму и папу на море. Обязательно надо слушаться маму и папу. Чтобы никуда, если не слушаться, тогда можно, если не увидела, мама говорила первый один раз, подойти как будто в тень, надо идти. Если упасть в море 30 метров, тогда там человек может из-за того, когда он задержится, он задохнется и загляднется. Я люблю, когда каникулы бывает очень много. Когда ты можешь отдыхать, спать сколько хочешь, делать все, что ты хочешь. Как ты думаешь, взрослые хотят того же? Да. Взрослые этого хотят. А почему тогда так получается, что каникулов слишком мало и отпуска тоже? Потому что, когда отпуск бывает, эти недели быстро пролетают. Утро быстро пролетит и ночь. И так каникулы быстрее заканчиваются. А как стресс и отпуск связаны между собой? Ну, мне кажется, когда ты делаешь какую-нибудь работу, у тебя чуть появляется стресс, потому что ты волнуешься, вдруг что-то пойдет не так, или вдруг ты что-то неправильно сделаешь. И отпуск, он нужен для того, чтобы ты отдохнул. Как ты думаешь, стресс и отпуск, они друг с другом связаны? Нет. Вообще не-не-не. Нет. Ну, а сейчас с нами на связь выходит яркая жительница Казахстана, города Атырау, которая, между прочим, на одном из московских фестивалей вручили кубок как самой юной участнице. Ого! Представляешь? У нас на связи Айнас Кутыбаева, ей 4 года. Айнас, здравствуй! Привет всем! Расскажи нам, пожалуйста, почему ты выбрала занятие хореографией? Потому что я люблю танцевать. Мама меня отдала на танцы 2,5 года. Сальза намеку на меня научила. А какие танцы танцуют у вас в Казахстане? Национальные или все же современные? У нас популярные танцы. Это национальные, а старшие группы танцуют сандырные. Мы танцуем казахский, узбекский. А скажи, пожалуйста, а чем ты еще увлекаешься помимо танцев? Что любишь делать в свободное время? В Казахстане дети увлекаются. Школ так, плавы дня, баскетбол. Я еще кроме танцев хожу в бассейн. Ну и в завершении, что ты хочешь сказать детям Северной Осетии? Детям желаю удачи, здоровья, чтоб слушали маму и папу. Спасибо тебе большое. Мы желаем тебе творческих успехов, вдохновения бесконечного. И, конечно, приезжай к нам в гости в Осетию. Мы тебе будем всегда рады. Все, пока-пока. На этом наша программа подошла к концу. Вставайте скорее с дивана и бегите развивать свои таланты. С вами были Канарейки. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!